Кто там маленький, пожалуйста, попишите. Смотрите, я работаю со стеклом. Стекло это очень интересное, стекло оригинальное. Я работаю со стеклом Pyrex. Из него никто не работает в такой вот художественной манере. Это стекло в основном предназначается для лабораторной посуды. Я из этого стекла леплю. Работа у меня называется лепкой или скульптурой из горячего стекла. Все, что вы видите на столе у меня, включая вот эти колоски, все, что вы видите в витринках, всякие скульптурки, все это лепится из горячего стекла. Температура здесь порядка 2000 градусов. Стекло становится пластичным при температуре 1350 градусов. Время текучести этого стекла всего-навсего 4-5 секунд. Если я за 4-5 секунд не сделал какое-то движение, вернуться к этой работе я не могу. Просто-напросто каждая ошибка уходит в мусорный ящик. Вернуть это стекло к работе, к жизни, то есть невозможно. В того нагреву оно не подлежит. То есть я как сапер, я должен делать все с первого раза. Вот смотрите, я в руках держу две стеклянные палочки. Одна из них материал, а другая, вот эта палочка, это скульптура. Скульптура, вот то, что я сейчас делаю, это колосок. Колосок это мое изобретение, где бы вы ни были, где бы вы не смотрели работы, связанной со стеклом. Вот такой колосок делаю только я, потому что это я действительно вот это. Сколько он стоит? Такой колосочек стоит 25, или 5 штучек. Есть у меня такая стеклоза, симпатичная семья. Есть у меня работы цветные, но цветные работы дороже, потому что цветной пайрекс я получаю из Америки по очень высокой цене. Там работы начинаются где-то порядка со старшей экиликальной колосок. Вот, давайте я буду объяснять, что я делаю. Я нагреваю стекло, и оно становится мягким, пластичным. Но очень близко держится пайрекс. Сейчас я все объясню. Стекло я соединяю и тяну. Теперь мы все знаем еще из школьных учебников, что стекло, материал, не теплопроводный. То есть, в месте нагрева это порядка 2000 градусов. Еще сантиметр от огня, видите, я трогаю. Не потому что я такой нечувствительный, просто кожа, а потому что стекло не проводит по температуре. Это первое. Второе. Смотрите, стекло пайрекс дает возможность работать без печей. Потому что с обычным путевочным стеклом не возможно нагреть стекло и закончить работу без печки. Пайрекс стекло очень хорошее, но у него очень тяжелый характер. С ним надо очень внимательно работать и не допускать ошибок. Потому что это стекло единственное, которое не возвращается в работу. Если есть ошибочка, то эта ошибочка уходит в мусорный ящик. Теперь, смотрите, этой работе можно научиться. У нас есть в Израиле на сегодняшний день сеть метрологов, сеть таких институтов, которые обучают работе со стеклом. Это называется ГИЛ Рафаэль. Туда принимаются люди любого возраста, начиная от 15 лет и до 90. У меня в последней группе была женщина, возраст которой 86 лет. Она не смогла делать тяжелые вещи, которые надо держать по 2 часа в огне. Но пчела у нее получилась такая, которую я еще не умею делать. Просто здесь нужно терпение. Терпение и вот как любовь к стеклу. Так я это объясняю. Вот теперь посмотрите, что у меня есть в ветвинках. У меня есть, работает из прозрачного стекла. И вот там у меня за спиной, или вот в ветвиточке, работает из цветного стекла. Это не крашеное, это натурально цветное стекло. То есть сочетание двух цветов, это берутся две стеклянные цветные палочки, соединяются и потом делаются с ними всяческие манипуляции. То есть это стекло не потеряет своего цвета ни на солнце, ни в воде, ни в кислоте, нигде. Я пока с вами разговариваю, я потихонечку леплю свой голосочек. Потом, если вы захотите, я покажу еще что-нибудь интересное. Если у кого-то есть желание купить, пожалуйста, у меня для всего есть упаковка. Единственное, что я прошу, беречь от сильного удара. А как бы это прочно не было, если это падает, то вот, ну, конечно, это стекло. Вот. Есть люди, которые говорят, да, не бьющееся стекло. Неправда, обман. Не бывает не бьющегося стекла. Любое, даже закаленное стекло иногда бьется. Так что вот такие, такие гарантии. А вот тут говорят, что венецианское не бьется. Это вам кто говорит? Вот я бы сказал. Я говорю, я видела мне, при мне били его. Я сама разбила. А, пожалуйста, сейчас я вам что-то покажу, только не пугайтесь, ладно? Да. Я вам сейчас покажу обычный-обычный стакан, который делаю я. Он не производится в Китае. Это делаю я из стекла Pirates. Я беру металлический пинцет и луплю по этому стеклу со всей силы. Но если это упадет, это разлетится в дребезги. А при мне бросали на пол. А вот теперь, если я брошу это стекло правильно, на доночка, при вас, не разобьется. А если бросите, да, вот так. А бросите вы, разобьется. А что вы скажете о выставке Литва? Да, вы знаете, там... Знаю я. Что я вам могу сказать? Литвах, это Литвах. Он приглашает в основном тех, кто работает со стеклом из-за границы. А наши ребята сидят, все карты в своей конурке. А, то есть если вы захотите что-то выставить, он вас... Я должен буду заплатить за то, что я выставляю. А, выставляете, понятно. Вот, теперь смотрите, у нас в Израиле не так много людей, которые работают со стеклом. Этому ремеслу я научился в Израиле. Потому что моя специальность, она ни себе, ни людям. Вот. И пришлось мне вот выбирать что-то. Я единственный раз в жизни решил научиться тому, чему хочу я. Вот. А мне очень хотелось заниматься какой-то такой работой. Я нечаянно увидел человека, который работает со стеклом. Вы, наверное, слышали, есть такая деревня художников. Которая сгорела. Да, вот она не сгорела. Извините, сгорела пару домов. Вот. Так вот, там есть человек, художник по стеклу, стеклодур. Он не лепит из стекла, он дует из стекла. Его зовут Алекс Арбель. Так вот, он единственный, кто согласился дать мне несколько уроков. Именно не лепки из стекла, а дутья. После того, как я научился дуть, я начал вот лепить. Это уже я сам мою технику придумал. Сегодня я преподаю, что я делаю. Вот в той самой Миклореге или Лапаэль. И вполне успешно есть люди, которые, я не говорю, что все, учатся. Но есть люди, которые могут этому научиться. Скажите, вы делаете эскизы прежде, чем... Нет, вы знаете, я не делаю эскизы. Мне нет необходимости. Если я задумал какую-то работу, она должна... Она должна созреть здесь. Я вынашиваю иногда работу по полгода, по году. Это первое. А второе, я прежде, чем что-то сделать окончательно, я делаю много-много-много экспериментов. Эксперименты не пропадают. Они используются элементы для чего-то другого. Но работа... Вот там у меня есть золотая осень. Это птички с шиповником. Вот это я вынашивал год практически. Ну а вот, например, человечек там или солдат. Человечек это уже сегодня не сложно. Это уже автоматически. Вот вы видели, как я работаю. Пожалуйста. Очки у тебя специально делают? Очки у меня волшебные, розовые. Я все вижу слить в другом цвете. Скажите, а вы не занимаете вот этим стеклодубством? Нет. Нет. У меня очень хорошо получается лепить из стекла, поэтому дуть стекло мне совсем не обязательно. Все, понятно. Я не делаю подсвечники, я не делаю стаканы, я делаю только для себя. Для своих целей, вот для своих колосков и для цветов. Это дутье. Это дутье, да. Но дутье я использую в печке. У меня в домашней студии есть печки. После того, как я сделал работу, я обжигаю в печи. Поэтому настолько прочные мои стаканы. С китайскими стаканами не экспериментируйте. При малейшем ударе оно разносится. Я не выставлялся, потому что там и штатфуд от СМИТ выше, чем стоимость изделий. Я не в состоянии. И заработать руками практически невозможно, вы все знаете. Я зарабатываю тем, что я делаю всякие уповоды. День рождения, бармитцва, бармитцва. Приглашают в некоторые места, чтобы я, допустим, делал. Какие-то вечер отдыха. Люди сидят около огня, смотрят, спрашивают. Потом, вот, допустим, приглашают на день рождения или на бармитцву к ребенку. Вместо клоу. Я согласен. Я приезжаю, зажигаю горелочку. Дети не мешают никому. Они рядом со мной еще. К тому же в конце получают подарочки. Руками то, что я делаю, я ставлю цены такие, чтобы только закрыть расходы свои. Потому что руками заработать невозможно. Если это творческая работа, а не китайские. Все подожди. Вот, пожалуйста, если вы хотите, я сейчас еще сделаю одну работу. Пару минут вам еще, я так думаю, дадут. Ровно 4 минуты занимает работа, которую я сейчас сделаю. Но к этому я пришел в течение года. И ежедневно по 10-15 минут. То есть я посчитал, получилось порядка 250 часов. Заняла работа, которую я сегодня делаю 4 минуты. Смотрите. Я для этого беру две стеклянные палочки и начинаю нагревать. Я практически не использую инструментов. Основными моими инструментами являются руки и пинцеты. Широкие, узкие. Вот это тоже пинцет широкий. Вот это пинцет узкий. Вот смотрите, стекло нагревается и собирается в шарик. Вот. Смотрите, я нагреваю стекло. Как только я выхожу из огня и останавливаю движение, то есть я перестаю скатывать стекло, через 4-5 секунд оно уже останавливается. То есть оно перестает быть пластичным. Вот видите, 4 секунды прошло, стекло остановилось. Но оно еще красное, горячее. Сейчас я к нему добавлю еще две стеклянные точечки. Вот. Пожалуйста. Я делаю упор на то, что каждый человек может этому научиться. Только терпение должно быть, конечно, адское. Результаты не сразу, ожоги до кости. Но всему приходит конец, заканчиваются ожоги, приходит терпение и умение. Приходит мастерство. Да. Но было бы желание, придут к тебе и знания. Вот. Видите, я так это дело нагреваю. И теперь я могу прижать пинцетиком, сделать вот это вот создание ушки. Вот. Смотрите, оно очень маленькое, но это работа экзамен. У меня, когда заканчивается курс, у меня студенты мои, ученики, они делают вот такой экзамен. Они должны за 5 минут сделать вот то, что делаю сейчас я. И многие выдерживают этот экзамен. Поверьте, получается вот это создание с руками на голове. Но ничего. Вот смотрите, теперь я собираю стекло между двух палочек. Чтобы вы поняли, стекло в огне не работает. Оно работает вне огня. То есть я стекло нагреваю ниже этого шарика, который я собираю. Видите, вот у меня уже собрался шаричек, и я его отрезал от палочки. Теперь я это вот проглашу. Вот эта платочка, которая у меня лежит на столе, это график. График, материал очень интересный. Он собирает тепло и перестает его притягивать. То есть верхний слой нагревается, все остальное внутри не горячее. Вот мы сейчас сделаем кого-то, кто танцует, ну, по ДД, скажем, «Лебединое озеро». Хорошо? Вот. Видит маленький мышонок, который танцует «Лебединое озеро». Не разражаете? Нет. Только чтобы вам было понятно. Вот, смотрите. Вот так вот. Вот. Осталось только сделать немножко и хвостик. Вся работа, я еще раз хочу вас акцентировать ваше внимание, вся работа 3-4 минуты, но заняло это полтора года, ежедневно по 10-15 минут. Это, знаете, как учить язык. Вы учите сначала слова, долго-долго собираете их на полочке, потом однажды все эти слова обрушиваются, и человек начинает говорить. То же самое происходит и здесь. Вы собираете движения, элементы. В один прекрасный день вы чувствуете, что все, стекло стало послушным. Не до этого очень много, очень много надо тренироваться. Вот, пожалуйста. Вот осталось нам сделать еще одну ножку. Ну, вот и остался его хвостик. Он у нас уже сцилал болезнь. Вот. А хвостик у него делается элементарно. Тоже нагреваю палочку. Нагреваю его в то место, куда хвостик растет. Вот. Вот вам есть мешонок на голове. Вот смотрите, как быстро кажется я... Вроде бы как играюсь, правильно? Вот. Но играл стоит свеч. Ну, все. Спасибо. Можно его купить. Только чуть-чуть, чтобы отстать. Чуть-чуть. Пару минут. Спасибо. Пожалуйста, посмотрите, что есть в витрине. Что-то вы видите. Я здесь поема воскресенья и понедельника. Каждый день. А картиз у вас есть? Есть. 30, 50, 70 и 100. Все будет. Продолжение следует...